Хайрлирте! С добрым утром, уважаемые телезрители! Гена Ульская студия телевидения приветствует вас. Сегодня пятница, 5 августа. Лето в этом году выдался очень сложным и неординарным для сельского труженика. Все ждали хорошей погоды, да и синоптики обещали, но, видимо, этих дней нам не дождаться. Не стали ждать хорошей погоды, начали первыми в районе битву за урожай в колхозе имени Энгельса, в Буйском совхозе, в колхозах имени Мичурина, Худайбердина. Механизаторы этих хозяйств стараются использовать каждый погожий час. Несмотря на все трудности, хозяйство района провели большую работу по подготовке техники к уборочной страде, обеспечению их кадрами. Впереди у тружеников полей нашего района большие задачи. Предстоит убрать зерновые культуры с площади 62 441 гектаров земли. Из них рожь занимает 15 000, пшеница – 23, более 23, ячмень – 1600, горох – 3000, овес – 2170, гречиха – более 1000 гектаров земли. Нагрузка на одного комбайна по району составляет на косовице 152 гектара, на обмолоте – 246 гектаров. Все еще продолжает поступать в район новые комбайны. Около 90% всего комбайнового парка района поставлено на линейку готовности. С горючими смазочными материалами в этом году не должно быть проблем. Судя по всему, уборочная страда будет нелегкой. Большая нагрузка ожидается на сушильные установки. Благо, они имеются почти во всех хозяйствах. Производительность их очень даже приличная. Каждый час могут просушить и довести до кондиции 498 тонн зерна. Конечно, если зерно будет очень влажным, придется сушить 2, а то и 3 раза. Нужно определить хозяйством района четкий режим работы техники и всех участков. У нас в районе много старательных, знающих свое дело механизаторов. И умения у них хватит, чтобы завершить уборку без потерь. Победа на хлебном фронте никогда не доставалась легко. Всегда только лишь упорным трудом преодолевая трудности настоящей битвы за урожай. Верим в то, что наши земледельцы не подведут. Когда заканчивали эту тему, нам позвонили из Управления сельского хозяйства и продовольствия и сообщили о том, что началась уборка урожая. Также в колхозах урожай, правда, мир, авангард. И так началась долгожданная жатва. В добрый час! В конце мая на оперативном совещании местной администрации обсуждался вопрос об организации летнего оздоровительного отдыха детей и подростков. Вот уже лето на исходе. Как же проводят каникулы наши дети? Конечно же, каникулы – это, во-первых, отдых. Был разработан и принят комплексный план мероприятий для детей и подростков на летний период, которым предусмотрены проведение дворовых праздников, спортивных соревнований, организации турслетов, однодневных и многодневных походов. Но самый лучший и желанный отдых, конечно, в пенежском лагере. Тем более он в этом году превразился. По данным Госкомстата России, детские оздоровительные лагеря сократились на 30%. Несмотря на сложившиеся финансовые трудности, администрации и профсоюзный комитет «Гадуя Краснохолмснефть» приложили большие усилия для организации отдыха детей. Большую помощь оказал Республиканский комитет профсоюза, выделив на нужды лагеря 30 миллионов рублей. И социального страхования. Нынче за две смены в летнем оздоровительном лагере «Орленок» отдохнули 195 детей. Конечно, желающих было намного больше. Этот сезон был примечательным тем, что дети отдохнули в прекрасно оснащенном спальном корпусе на 80 мест. Были затрачены большие денежные средства на оснащение, приобретение мебели, инвентаря и других принадлежностей. Хотя лето было дождливо и суровее, дети холода не замечали. Все комнаты были теплые, даже шкаф для обуви специально обогревался. Воспитатели все были с большим педагогическим стажем, в основном из детских садов ГДУ «Краснохолмснефть». Ежедневно для детей проводились интересные зрелищные мероприятия. День Аленушки, День Нептуна, Сабантуи, походы, игры, танцы и многое другое. Мы помним о том, что в прошлые годы многие дети бросали лагерь, уезжали домой. И поэтому поинтересовались, есть ли желающие уезжать. Нет, нет, не хотим. Таков был ответ детей. В оздоровительном лагере не только отдыхали, но и работали. Есть у них свой участок, где они выращивали морковь, лук, зелень. Одним словом, для ребят, которые отдохнули в оздоровительном лагере, каникулы запомнятся прекрасными, счастливыми летними днями, проведенными в Орленке. Хочется отметить и то, что в подготовке лагеря принимают участие все цеха, структурные подразделения, особенно строительно-монтажное управление, дорожно-ремонтно-строительное управление, жилищно-коммунальное хозяйство, нефтегазодобывающее управление. Нефтяники не хотят останавливаться на достигнутом. Планируется строительство еще двух таких корпусов. Значит, можно будет надеяться, что в следующие каникулы смогут отдохнуть не 195, а намного больше детей. Конечно же, 195 детей от всего количества школьников – это очень мало. Что же делают остальные? В средних школах номер 2-5 работают лагеря труда и отдыха. В сельских школах организованы ученические производственные бригады. Более 40 воспитанников вспомогательной школы отдыхают в летнем лагере, расположенном на берегу реки Буй-Чулпан. Он тоже заметно обновился. Для полноценного отдыха детей в лагере созданы все условия. Кругом лес, свежий воздух и наша речка Буй. В этом году отделом рабочего снабжения ГДУ «Краснохолмс» нефть был приобретен, но и установлено в кафе «Весна» импортное оборудование с морозильной установкой. В кафе «Весна» всегда дети могут купить мороженое. Кстати, оно намного дешевле, чем на рынке. Установлен здесь телевизор. Недавно для этого кафе приобрели видеотвойку. Так что ребята смогут смотреть также мультики. Среди школьников, конечно, много желающих подзаработать. Одно дело – желание. А была ли у них возможность устроиться в летнее время на работу? Хотя все команды от 14 до 18 лет могут отныне на законном основании, обратясь в службу занятости, устроиться на временную работу. Только несколько организаций с пониманием относятся к проблемам занятости подростков. В среде них ПМК, Башпищепромстрой, Янаульский УТТ, районный узел связи, рем.предприятия РАПО, ДРСУ, СМО, Объединение Башнефть, Межайбаза и некоторые другие. Они привлекают к работе подростков, хотя и последние в эпоху экономического и финансового кризиса могут стать для предприятия только лишь обузой. А какие фильмы предложат детям в кинотеатре «Дружба»? Детние каникулы. Многие дети отдыхают в пионерских лагерях, трудовых лагерях. Кто-то гостит в деревне у бабушки и дедушки, а некоторые дети предоставлены улице. Сегодня мы находимся в данный момент в кинотеатре «Дружба» и беседуем с директором Янаульской кино-видео сети Альфиёй Хафизовной Каримовой. Альфиёй Хафизовна, скажите, пожалуйста, как организован у Вас показ детских фильмов во время летних каникул? У нас в летнее время «Металлист» составляет репертуарный план в «Нефтекамском кинопрокате». Мы особенно в летнее время стараемся, чтобы дети пришли к нам смотреть лучшие фильмы. Вот за 8 месяцев составили репертуарный план. И какие фильмы там у нас? Именно в австовском репертуарном плане у нас «На острые меча» фильм хороший, «Таинственный старик», еще «Пулволы из чердачного окна». Очень хороший, интересный фильм. И киносборник. Особенно дети смотрят с хорошим настроением, можно сказать. Киносборники. Там киносборники, значит, мультфильмы показываются, и яролаж. Особенно дети очень любят смотреть фильмы. У нас еще есть фильмы, кроме этого детского репертуарного плана. Бывают фильмы и для взрослых, и для детей. Тоже можем некоторых предложить. Например, вот Д3 называется в Иоанне. Д3, значит, можно и для детей, и для взрослых. Альфа Хафизовна, а как вот июнь-июль месяцы, как прошли? Июль-июнь месяцы прошли тоже очень хорошо, нормально. Дети с удовольствием смотрят у нас кино. Мы и в детском пионерлагере фильм организовали, показ кинофильмов ежедневно. Это пионерлагерь «Орленок». Ежедневно фильм отсюда увозят. Мы тоже постараемся, чтобы их обеспечивать хорошими фильмами. Сколько сеансов детских? У нас планировано два детских сеансов в день, в 11 часов и в 3 часа. А вот в деревнях Альфе Хафизовна, как дело обстоит? Тоже, ну, в летнее время, конечно, не сможем больно хвалиться, что детские сеансы постоянно не сможем. Потому что у нас киномеханики, они нагружены в колхозе, работают самостоятельно, чтобы киномеханики у нас, можно сказать, отдельно не работают. Они в колхозе, то механизаторами работают, то животноводами. Особенно у нас очень хорошо организованы детские фильмы в Карманово. Грис, клуб «Есть энергетик», там ежедневно по два сеанса показывают. Еще у нас прогресс, прогресс в клубе, СДК-клуб. Там хорошо организованный детский сеанс. Ну, можно сказать, все постараются. Альфе Хафизовна, несколько слов о стоимости билетов, приемлемы ли они. Можно сказать, потому что у нас ведь мы сами не планируем цена билетов. От высшестоящей организации есть нам приказы, указания. Детский сеанс у нас в кинотеатре «Дружба» по 200 рублей, а взрослый сеанс — 400 рублей в деревнях. Детский сеанс по 100, взрослый — по 200 рублей. Грис, а у Вас есть вот такая возможность, чтобы ежедневно были детские фильмы? Такая возможность? Есть, есть. Мы планируем. Мы можем даже в летнее время, кроме репертуарного плана, дополнительные фильмы получаем, чтобы у нас регулярно детские сеансы были интересные, содержательные. Заявку даем. В лагере «Труда и отдыха» средней школы номер 5 «Юность» за смену работают и отдыхают около 40 ребят. А всего за лето в лагере пробудут 200 школьников. Ребята работают в этом году на 7 гитарах «Лука» и 5 гитарах «Светлой столовой». Ребята стараются, работают на совесть. Здесь созданы все условия для работы и полноценного отдыха. Мы несколько раз за это лето побывали в лагере и всегда видели ребят веселыми, загорелыми. Здесь каждый день, как и в оздоровительном лагере «Орленок», проводятся различные мероприятия, игры. В жилых помещениях чисто и уютно, порядок и на территории. И ребят здесь кормят вкусно. Все это создано руководством совхоза завода. И, конечно, немало сил вложил директор средней школы номер 5 Саитов Раис Сайфеевич. Еще один центр, концентрирующий детское внимание – Дом пионеров и школьников. Здесь в течение всего года работают многочисленные кружки по интересам, такие как клубы «Золушка», «Турист», «Сувенир» и другие. Здесь показывают видеофильмы и мультфильмы, проводят фестивали и дворовые праздники. То, каких кружков вы можете предложить детям во время летней каникулы? В данный момент мы можем, значит, пригласить всех ребят на следующие кружки. Это сувенир, рисование, кружок изобразительного искусства, вязание на спицах и крючках. Приглашаем в клуб «Золушка» всех любителей поделок, вышивания, шитья. Также вас добавляет работу лагерь «Турист». На сегодняшний день мы также можем пригласить ребят для просмотра видеомультфильмов, видеокассет. Приглашаем также в августе месяце на дворовый праздник вместе с родителями. У нас этот праздник очень любят многие ребята. Но еще на какие мы можем пригласить? Ну вот, танцевальный, швейный. В общем, все кружки по интересам для ребят, которые мы организовали, во все эти кружки мы приглашаем всех ребят. А какие мероприятия проводится в Доме пионеров вообще? Вообще, вот на берегу мы провели очень много дворовых праздников по дворам. У нас ребята эти, в общем, я уж повторяться не буду, эти праздники очень любят. В этом месяце с родителями активно так участвуют, играют в эти игры. Вот организовали показ видеофильмов, видеомуультфильмов. Вот вы только что сами присутствовали при просмотре этих мультфильмов. Смотрят, тоже активно посещают. Игровой лагерь мы для них проводили вот в июле месяц. Значит, вместе с ребятами играли в очень интересные такие игры. Отвечали на загадки, викторины. Ну, в общем, можно так сказать, привлекали ребят здесь в Доме пионеров. В то время, как одни отдыхают и трудятся в пионерских и трудовых лагерях, заняты в домах пионеров, ходят в кафе «Весна» по лакомиться мороженым на родительские деньги. Другие добывают эти самые финансы сами. Вы у кого-то работаете, да? Да, работаем. У кого? В притрате того, контакт. Вот смотрите, вы сейчас продаете, значит, напитки, лимонад, пиво жигулевское, да? Сколько у вас на день набегает? Ну, тысяч шесть бывает иногда, если по одному работаешь, по тысяч двадцать. А вы давно работаете? Нет, четвертый день. Четвертый? Вас много, да? У нас много тут, везде работаем. А вот не бывает так, что вот вы здесь работаете на станции, значит, да, тут кто-то, ну, ребята, молодые люди, у вас тут не кровообутылки, ничего такого, таких курьезов не бывает? Бывает так вот иногда, недостачи тоже бывают. Вас тут никто не охраняет? Нет, сами охраняем себя. Молодцы. А сколько примерно человек у вас работает? Человек двадцать, наверное, больше? Больше. Вы все друг друга знаете, да? Да. Вы все с одной школы? Нет, с одного вот так, двора уж. А где он живет? По улице Ленина. В какой школе? С 7-9. Месяца полтора. И сколько набегает в месяц вот так вот целый, если в сумме, в общую сумму? Ну, где-то в то с лишним месяц. Ты доволен? Да. А что хочешь их потратить? Я уже потратил там, купил магнитофон сей. А вот смотри, как ты думаешь, вот не опасно ли вот так вот здесь работать? Как ты думаешь? Я думаю, нет, не опасно. Не было такого случая, чтобы у тебя отобрали вот эти бутылки? Нет, не было. А вот как ты думаешь, вот простые люди, эти бутылки, лимонад рядом в магазине лаванди стоит два пятьсот, если я не ошибаюсь? Да. А тут они вот, у вас по три. Ну, если мы сей навар делаем? Берут, да? Берут. Кто знает, может кто-то из этих ребят в будущем станет вторым ракфеллером, ведь сейчас одобряется такое увлечение детей малым бизнесом. Разумеется, только не торговля из детских лет спиртными напитками. По традиции, первые выходные дни августа отмечают свой профессиональный праздник железнодорожники. Для такой крупной станции, как наша, это действительно знаменательное событие. На севере республики нет другого, более крупного железнодорожного узла. Не зря же наш город называют северными воротами Башкорстана. Станция обслуживает около 10 районов. Три района Пермской области и наши. Калтасинский, Таташлинский, Балтачевский, Мишкинский, Краснокамский, Бирский, город Нефтекамский и Инаульский район. Этот факт имел немаловажную роль в росте нашего города. На станции прибывают грузы со всех регионов СНГ и только затем распределяются по районам. И надо сказать, что Инаул, одна из крупнейших станций на Горьковской железной дороге, относится к числу лучших по налаженности работы и безаваренности. Однако заслуга немалая в этом путейцев 11-го колодка, старший мастер которых Зарипов Закизевич. В настоящее время мы производим укладку перестрелочных переводов с железобетонными брусьями на станции Инаул. Работа тяжелая, ну и производительная. Ребята трудятся во всю силу. Ну и, как вам сказать, хорошо. Ну, в честь праздника мы уже заменили таких стрелочных переводов в шесть по станции Инаул. Экономия большая, ну, дерево экономим, шпалы деревянных меньше ставим, ну и все другое. Больше всего скажется. А вот вы, расскажите, пожалуйста, ваша работа вот только заключается в ремонте путей? Наша работа заключается на текущем ремонте. Ну, вот сейчас в настоящее время мы работаем совместно в ПМС-215, в Махмутовом, делаем капитальную смену этих переводов, переводных брусьев. С составившими переводами. Объем работы большой, представьте. Объем большой, 12-часовое окно взяли мы сегодня. Вот уже сегодня трудимся уже 6 часов. Еще осталось 6 часов трудиться. И мы поезда пропускать будем после 6 часов. А не хотелось бы вам вот в связи с праздником отметить ваших вот рабочих, которые добросовестно работают, долгие годы работают? Праздник железнодорожников. Хорошо трудятся. Бригадир Путизакирьянов, студент Свердловского института Хамзин, дорожный мастер Байдулин, Мельяхметов, старший рабочий и рабочий Садыков. Все они в честь праздника выполняют и перевыполняют планы наших работ. Большую помощь путейцам оказывают рабочие ПМС-215. Только добрых слов свой адрес заслуживают краниновщики Опасев, Яхин, Стропольщик и Бакаев. Есть еще немаловажное звено в общей цепи железной дороги. Это цех по ремонту контейнеров и вагонов. И здесь чинят, красят, варят неисправные части вагонов. На цех важное звено такой крупной станции, как и на ОООО. Расскажите, пожалуйста, с какими результатами вы встречаете праздник железнодорожника нынче? На сегодняшний день у нас на август месяц уже на 12 контейнеров мы идем вперед. Погрузка идет каждый день, ежедневно. Ставят нам контейнеры вот эти. Тут мы их ставим сюда на площадку. После этого завозим в цех и там производим ремонт. В церковь праздника не хотелось ли вам отметить ваших рабочих? Вот у нас работает Телятников Евгений Ефимович. Уже десятый год. Сварщик он профессиональный, пятый разряд имеет. Производит ремонт очень хорошо, качественно. В данный момент занимается подготовкой ремонта пятитонного контейнера. Ставков Андрей Олегович занимается строповкой контейнеров, ложит их на позицию для ремонта. Об этом нам рассказал мастер цеха Андрей Николаевич. Немало заслуга в работе цеха и слесаря-инструментальщика Мухаммеддинова, который работает здесь в цехе около 40 лет. Инструктором по производственным техническим вопросам Галинуровым Ильдаром Касимовичем. Ильдар Касимович, расскажите, пожалуйста, с каким результатом вы встречаете нынешний ваш профессиональный проект? Ну, профессиональный проект Дрожников у нас большие заслуги есть, конечно. За первые полугодия по отделению заняли второе место. А по Горьковской дороге отделение заняло первое место. Валерий Давыдович, расскажите, пожалуйста, вот у вас есть какие-то особенности вашей работы? Ну, как вам сказать, я считаю, что всякая работа, она особенная. Ну, в данном случае у нас вот этот механический цех для того, чтобы как-то, ну, сейчас ведь у нас с запчастями очень туго, какие-то недостающие детали он вытачивает. Ну, фактически он, это, обслуживает и контейнерный цех, и ПТО, вот. У нас ведь у вагона очень много валиков. Он точит в валики и, ну, все. Балты, шурупы, недостающие детали, которые вот в контейнера этот есть. Ну, он загружен, загружен. Вот, как говорится, невозможно объять, необъятное, да? Вот железнодорожная станция, это огромный механизм, который действительно не затихает ни днем, ни ночью. И вот ваша работа в этом механизме, конечно, винтик в этом механизме, но без этого винтика механизм не может работать. Нет. Я считаю, что эта железная дорога, это вот, ну, только ее можно сравнить только с человеческим организмом. Это как у человека кровь идет, так и наша железная дорога, в нашей стране это кровь. Если останется железная дорога, значит умрет человек, умрет государство. Я считаю, что так. И вот, вот в связи с вашим профессиональным праздником, чего вы бы хотели пожелать своим рабочим, вообще всем железнодорожным? Ну, я хотел бы пожелать им, чтобы, как у нашей страны, чтобы была стабильность, и у нас упала перевозка, да, чтобы перевозка была, как говорится, возросла. А, ну, раз перевозка возрастет, значит, и, как во всей стране у нас сейчас, да, стабилизация, и чтобы у нас не поменьше было, ну, как, не было крушения, не было браков в работе, семейного благополучия. В эти дни в нашем районе работает съемочная группа, которым руководит заведующий корреспондентским пунктом Всероссийской государственной телерадиокомпании по республике Башкортостан Азаматом Фазиевичем Саитовым. С ними вместе знакомый многим по молодежным передачам государственной телерадиокомпании Башкортостан Азамат Альмухаметов. В группе также режиссер, оператор Корпункта. С 3 августа они в нашем районе и за это время побывали во многих предприятиях города, таких как Янаульское УТТ, районная больница, масло-сыр-комбинат, отдел рабочего снабжения НГДУ «Краснохомс» «Нефть» Встретились и беседовали с руководителями этих предприятий, организацией, а также трудовыми коллективами. Не оставят без внимания они также и колхозы, совхозы района. Передача о нашем районе выйдет в эфир 16 августа. Продолжение следует...